Вот если вы едете в другой, скажем, штат, не в Калифорнию, то вы имеете в виду, что сдавать вам правила придется на том языке, какие программы установлены в этом штате. Я вам покажу программы специальные, как готовиться к экзаменам. Все это официальное. Официальные онлайн-сервисы. И вы можете, несмотря на то, что вы, например, в какой-то другой штат поедете, где нет русского языка, но у вас еще не очень хорошо с английским языком, вы можете начать учить правила на русском языке. Вот в Калифорнии, в Калифорнии вот такие книжки, они есть на английском языке и есть на русском языке. И я вам покажу, где все это найти. Ну вот в том офисе, в котором мы были, DMV, на русском языке вот таких распечатанных книжечек не было. Вот. Но все есть на сайтах. Так что сейчас я переворачиваю камеру и вам показываю. Да, перед тем, как показать, просто расскажу, как проходил этот экзамен. Записалась я примерно за месяц. И готовилась я, естественно, на русском языке, потому что в Калифорнии установлена программа, и можно сдавать тесты на русском языке. Значит, сдается два теста сразу. Первый тест – это знание правил дорожного движения. На русском языке вы все сдаете. А второй тест – это проверка знаний дорожных знаков. То есть вы будете сдавать сразу два теста. Итак, смотрим внимательно. Смотрите. Называется сайт DMV. Ну вы зайдите, например, в DMV. Вот это Калифорния. Вы можете… А вот это government, то есть правительственный сайт. Вы можете… Точно так же я вам покажу на примере Калифорнии. Вы можете Калифорнию, например, посмотреть, и тот штат, в который вы поедете, да, DMV. Вот смотрите, Калифорния, чем хорош для начала этот штат. Вот это официальная, как бы, первая страница. И потом мы прокручиваем, прокручиваем в самый низ. И смотрите, что мы здесь видим. Translate. Нажимаем Translate. Выбираем вот здесь язык. Языков огромное количество. Так, где у нас… Как бы так, чтобы я видела. Русский язык. Согласились, написали там хорошо. И все. И вот этот сайт… Так, как так держать, чтобы было и видно? И вот этот сайт, да, вот. Все, появилось все на русском языке. И здесь вы можете посмотреть все, что вам… Как бы, что вас здесь интересует. А мы… Дальше он, наверное, перейдет у меня на английский язык. Но я вам все равно дальше вот покажу и расскажу, что нужно делать. Смотрите. Значит, мы заходим. Заходим мы… Так, самый низ. Так, самый низ. Самый низ. Вам нужен самый низ. Опять. Вот там, где вы переводчик включали. И здесь есть такая вот публикация. Видите, да? Нажимаем на публикация. Зашли мы на публикация. И здесь… Уже, правда, на английском языке, но это не страшно. Смотрите. Калифорния, драйвер, хэндбук. И здесь вы можете себе скачать книгу. Но книгу, смотрим внимательно дальше, здесь на разных языках есть книги, и в том числе русский язык. И вы в формате PDF, вы скачиваете себе вот это правило дорожного движения Калифорнии на русском языке. Но я не буду скачивать, если вот на нее нажать, хотя, наверное, можно, чтобы вам показать. И вот так будет выглядеть Калифорния, справочник водителя штата Калифорния. Но вы не пугайтесь, русский язык, да? Вы не пугайтесь, что это Калифорния. Правила будут, они… Я вот, честно говоря, даже не знаю, чем они отличаются в разных штатах. Настолько там незначительное отличие, что вы можете учить калифорнийские вот эти вот правила. Попробуйте в своем штате найти на русском языке, вот точно таким же образом. Может быть, вы сможете найти и в своем штате на русском языке. Но я знаю, что сдавать экзамен не во всех штатах разрешается на русском языке. Я, по крайней мере, учила. Вот это все я себе распечатала, потому что я не люблю на компьютере все читать. Я все это себе распечатывала и читала. Теперь смотрите. Возвращаемся. Возвращаемся. Что еще здесь важно? Если вы, например, хотите быть, ну, работать как грузоперевозчик, опять же, здесь все есть, но уже, правда, на английском языке. Вот эти вот… А, нет, стоп, пардон, не увидела. Вот, смотрите, русский язык, California Commercial Driver Handbook, PDF тоже. То есть, коммерция – это вот коммерческие… Это когда вам нужно, если вы будете работать как грузоперевозчик. И тоже, смотрите, вот это все языки, которые вы можете здесь найти. Дальше, дальше. И, кстати, кому приходится, например, сдавать на английском языке, если вы возьмете вот на русском языке, будете читать, а потом пытаться читать на английском языке, вот вы можете даже вот таким образом, чтобы вам было более понятно, о чем вы читаете. Русский и английский. И английский подучите заодно. И вот здесь вот для всех вот есть, все это есть. И сеньор гайд – это для пожилых водителей. Ну, в Америке это важно, потому что общественный транспорт развит не очень хорошо. Так что вот эти сервисы вам помогут. Дальше, что нужно еще? Сейчас, одну минуточку. Еще вот здесь тоже такая важная вещь, видите? критерии теста, driving test, критерии. Да, вот и мы PDF, например, смотрим, открываем. И здесь, здесь, скажем, вот я считаю тоже это важная вещь. Она коротенькая такая-то брошюрка, но здесь что есть? Правда, это на английском уже языке. Видите, как подготовиться к тесту? Здесь все написано. Но вот смотрите, что здесь вот важно. Вот эта вот часть. Вы должны знать по-английски название IT. IT, да, вот здесь написано. И что, как все это должно быть? Вот это вот вы должны выучить все по-английски. И когда у вас во время теста уже вождения, перед тем, как, ну, как бы начать, вот этот, как правильно его назвать, ну, сдачу вождения, да, у вас будут спрашивать все вот эти вещи. Показать то, все, где, что, все это находится. То есть вот эти вещи нужно знать обязательно. Ну и так вот, почитать, посмотреть. Здесь написаны все важные вещи. Это вот, например, как вы там назад, да, когда вы назад сдаете, вы должны обязательно смотреть не только в зеркала. Так, вот это важная тоже брошюрочка. Так, и дальше я вам покажу. Вот в этой книге, Handbook, Driver California Handbook, вы в своих этих книжках, вы найдете, какие документы вам нужно принести для того, чтобы, вот в офис DMV, для того, чтобы получить водительские права. Там же у вас будут снимать отпечаток, возьмут вашего пальца. Ну, у меня вот брали правая рука, большой палец. Потом там же у меня проверили мое зрение и сделали фотографию. Фотографию делают, даже если вы будете водить в очках, фотографию делают без очков, чтобы вы знали. Но в ваших правах будет просто написано, что там вы носите или очки, или линзы вам необходимы для вождения. В России, вот я не знаю, почему делают, если там вы очки носите, почему в этих очках делают, потому что иногда люди носят контактные линзы, иногда очки. В общем, не знаю. Здесь без очков делается фотография. Дальше вы должны, вот то, что я уже с собой брала, это подтвердить свой адрес. Как его можно подтвердить? Все это написано в правилах дорожного движения. Все там есть такая целая глава, которая вот этому все посвящена. То есть, какие документы нужны, ID ваша, social security number. То есть, вот не буду вам забивать голову, то есть, открываете хэндбук, книгу по вождению, да, и там читаете полностью. Там есть глава, где все-все это расписано. А я вам показываю еще одну интересную вещь. Смотрите. Вот так называется. drivingtests.org Вот этот вот онлайн-сервис позволит вам, вот скажем, потренироваться. И на английском языке можно, и можно на русском. Вот так это выглядит. Вы вот сюда встаете, открываете, выбираете штат. Вот, допустим, я выбираю штат Калифорния. Так, ждем. И смотрите, что мы здесь видим. Язык. Вы сразу можете в Калифорнии вот здесь выбрать русский язык. Выбрали русский язык. Так, и что мы здесь видим? Три теста, тренировочных теста на русском языке. Вот я эти тесты сделала перед тем, как сдавать экзамен. Но все равно будьте готовы. Когда вы будете сдавать уже свой тест, там будут все равно вопросы, которых не было в этих тестах. И главный принцип, как выбрать правильный ответ. Безопасность. Вот я всегда смотрю так, что самое-самое безопасное. И вот так, ну как бы, у меня никогда не было ошибок. Вот я вам, к примеру, открываем первый тренировочный тест. И пишу, вот сюда тоже нажимаем старт нау. И видим, да? Вот появились. Этот красный-белый знак означает. И вы должны просто выбрать, что он означает. Я вот выбираю вот этот ответ. Видите, зелененьким загорается, это правильный ответ. Зеленый цвет. И второй вопрос появился. Ну, скажем, даже вот вы там прочитали, если неправильно, будет красный значок. И вот 36 вопросов в этом тесте. Правда, если вы правильно отвечаете, то вы где-то будете отвечать 31 здесь вопрос. И все, и вас здесь поздравят, что все хорошо, вы все сделали, все нормально. Вот. Теперь давайте мы опять на эту главную страницу зайдем. И выберем. Так, ну, у меня почему-то Калифорния пошла. А вот сюда мы заходим, другой штат выбираем. Например, ну, я не знаю, там, Колорадо. И здесь уже нет русского языка. И что делать здесь? Попрактиковаться тоже можно, но только на английском языке. И здесь уже тестов намного больше. Вот. Точно так же. Давайте вот первый тест. Откроем, посмотрим, как это выглядит. Начинаем. И вот идет. То есть довольно все просто. Все только нужно отвечать на английском языке. И написано, когда улица имеет вот эту центральную полосу для левого поворота. Водитель. Что он должен сделать? Повернуть в обратную сторону. Может повернуть налево с любой полосы движения. Он не может повернуть с другой полосы, ну, налево. А здесь может использовать полосу для обгона, что ли. Давайте вот этот вот отвечаем, и мы правы. То есть все здесь можно таким образом тренировать. Здесь уже 40 вопросов. Так. И покажу вам сейчас еще одну информацию, о которой я уже сказала. Опять я вернулась к этому сайту DMV California Government. Открыла правила дорожного движения на русском языке. И вот страница, у меня страница получается 115. Примерный тест тоже есть. Вариант первый тест на русском языке. И здесь еще есть примерные экзаменационные вопросы. Тоже вот номер 2. Здесь они есть с ответами. Так. И покажу тоже, где, про документы, какие нужны документы написано. Ну, и вот здесь вот, например, видите, страница 5. Требования к подаче заявления на получение основного водительского удостоверения категории C. Итак, вам нужно будет подать форма. Вот такая форма, она подается онлайн. Но она, вы заполняете эту форму уже в офисе. Тоже подходите к тому же самому компьютеру, где потом будете сдавать экзамен. И там сначала вы заполняете всю эту форму. Потом нужно удостоверить документ, который удостоверяет вашу личность и подтверждает дату рождения. Ну, у меня был паспорт. Подлинное имя. Дальше. Документ, подтверждающий место вашего постоянного жительства. Но вот самый лучший документ это, когда вы открываете, например, банковский счет, потому что некоторые, например, мужья, там какие-то биллы вписывают. Ну, там типа жена платит за квартиру какие-то там биллы и там тоже вот этот адрес. Мы сделали проще, поскольку у меня в Америке открыт в банке счет, а в банке, когда вы открываете счет, я уже рассказывала видео, как это сделать, то там в банке будет ваш адрес. И мы вот всегда распечатываем эту страничку с моим адресом из банка. Сумму там я закрываю, но все это работает. Вот так можно подтвердить. Дальше. Видите, номер социального обеспечения, но у меня он как раз уже пришел, поэтому вот так. Потом, да, я оплатила сбор, по-моему, 36 долларов с меня взяли. Проверка идет зрения, фотографии, отпечаток большого пальца, и вы ставите вашу подпись. Вот. Ну, у меня был паспорт и была грин карта, то есть вы должны подтвердить, что вы официально находитесь на территории США. Кому очень интересно, вы тоже самое здесь можете поискать, но, понимаете, здесь не совсем как бы корректно идет некоторый момент и перевод на русский язык. И даже будут какие-то вопросы, я потом иногда обращалась к английскому варианту, потому что не совсем какой-то правильный был перевод, то есть набор слов, который ничего как бы не значит. Так, так, так. Что же ты такое? То есть нужно внимательно еще смотреть вот на английский. Лучше всего взять и английский текст, и русский текст, тогда вам более понятно будет, что и как. Так, ну ладно. А, вы можете здесь найти информацию о том, вот можете ли вы водить автомобиль, не имея американских, американского водительского удостоверения. Но я искала, я искала информацию, так я что-то толком и не поняла. Но из того, что я поняла, никто вам не выдаст водительское удостоверение. Вот это то, что я могу вам сказать. А без машины в Америке просто невозможно. И, по-моему, туристы, туристы, им выдают машины, дают с их водительскими удостоверениями. Но, когда они оформляют рент, рент, мне кажется, они там платят страховку. Вот это самое важное. Потому что, если вы попадете в какую-то аварию, здесь очень важно нести материальную ответственность. То есть, или вы там машину свою эту раздолбите, или вы пострадает какая-то другая машина. А еще не дай бог, если погибнет человек. Или какие-то травмы будут нанесены человеку, там, животным и так далее. Поэтому, вот, не знаю, не брали мы здесь в ренту автомобиль, не брали в ренту. Но самое главное, это здесь вот страховка. Поищите информацию, кому очень сильно надо, но ищите в официальных источниках. Вот я вам показала, это официальные источники. Все, всем счастливо!